И в продолжении темы школьного образования. Одной из самых уважаемых, одновременно трудных специальностей является работа педагога. Для детей учитель является значимой фигурой, обязанной обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. Хороший наставник может найти подход к каждому ребенку, увлечь своим предметом, научить уважать своих одноклассников. При этом настоящие педагоги и сами учатся всю жизнь. Впрочем, те, кто уже достиг высокого уровня мастерства, посостязались на региональном этапе конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года», который завершился в Тверской области. Светлана Галимович работает учителем русской литературы уже более 30 лет. Профессию педагога Светлана Викторовна выбрала осознанно и считает, что главное – это увидеть в ребенке индивидуальность и не смотреть на него свысока. Выбрала эту профессию действительно сама, потому что папа мой был против, он не хотел. Он знал, что такой учительский труд очень тяжелый, участник Великой Отечественной войны, он у меня и был против. Но моя воля была и желание было такое сильное, что я смогла вот именно своим напором его убедить, и он принял мое решение. И потом в будущем помог получить мне высшее образование филолога. Хоть в финал Светлане Викторовне выйти не удалось, однако педагог отмечает, что конкурс – это полезный опыт для профессионального роста. Ведь чтобы доказать свое превосходство, педагогам пришлось пройти множество испытаний. По итогам всех этапов жюри выбрало победителей. Лучшим учителем года стала Любовь Кочеткова из 34-й школы Твери. Педагог признается, что самое сложное в конкурсе – это преодолеть себя и не волноваться. Нам, как правило, не удается. Мы такие же люди, как и все. Кажется, что легко и просто. На самом деле это должен быть железный характер, железная воля. Не расслабляться, не расстраиваться, если что-то не получилось, а идти вперед дальше. Лучшим воспитателем выбрали Наталью Забаровскую, музыкального руководителя из детского сада номер 27 Пашневолодского городского округа. В дальнейшем, конечно, для меня это будет такой новой отправной точкой моего профессионального роста и, конечно, профессионального развития. Работая сейчас музыкальным руководителем, я не считаю, что это просто профессия. Это, в принципе, тот образ жизни, который я выбрала сама. А если человек любит, относится с любовью к своей работе, то будет все получаться. Кроме того, были объявлены победители в различных номинациях. Так, в номинации «Творческая мастерская» победу одержала воспитатель детского сада номер 163 города Твери Ирина Иванова. Как рассказала Ирина Ивановна, выбрала свою профессию именно потому, что она связана с творчеством. Постоянно что-то новое, движение. И самое главное – это общение с детьми. У них обычно какие-то такие вопросы появляются. Решения даже, когда мы обсуждаем что-то такое. Старшие, мне кажется, они маленько скованы, они уже больше разумом думают. А маленькие – они вот как раз раскрепощенные. У них все на лице, все на языке. Но победителям конкурсов расслабляться нельзя. Им предстоит представить Тверскую область на всероссийском этапе конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова